Приветствую вас, дорогие друзья! Мы с вами на канале Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента. Я тьютер программы PHD Владимир Миков. Сегодня у нас в гостях Асель Смоляр. Я бы даже уже сказал, не просто в гостях, это наш новый докторант. Асель, ну можно представиться и рассказать о том, какая программа была выбрана и как происходил этот процесс. Потому что выбор, я так понимаю, был непростым. Здравствуйте, Владимир. Да, на самом деле для меня большая, наверное, удача, что я сейчас уже могу назваться докторантом. Выбор был действительно непростой. Но мне кажется, я всю свою сознательную жизнь шла к этому для того, чтобы стать в итоге академиком, стать доктором. И на протяжении многих лет практической работы, я работала в международной сфере, я понимала, насколько важно быстро адаптироваться к новым условиям. Потому что даже за последние 20 лет мир совершенно изменился. Если в нашем детстве, молодости не было телефонов, смартфонов, не было приложений, не было каких-то общедоступных на сегодняшний день программ, то сейчас это наша постоянная реальность. И мы должны успевать привносить не просто что-то новое, но и оставлять некое наследие для следующих поколений. Вот это прям очень мудро, очень приятно слышать. Докторанты у нас все такие. Я знаю, что выбрали SEO, CDO для обучения. И что поспособствовало именно такому выбору? Мне кажется, в связи с разными событиями, которые периодически случаются на мировой арене, мы должны взращивать свои кадры. И я много лет работала на территории Китая, продвигая Россию как дестинацию в Китае, Японии, Южной Корее. И вот в Китае я видела, что основной акцент на взращивание своих кадров. И мне это очень сильно импонировало. У нас же обратная ситуация была всегда. У нас всегда привлекали внешних управленцев, внешние ресурсы, внешние человеческие ресурсы. Нам нужны были чужой опыт, чужие знания. При всем моем уважении у нас огромная теоретическая база. У нас уникальный опыт, мне кажется, у всего населения, как в первой своей автобиографии Ричард Брэнсон писал. Каждый человек должен написать о себе книгу, потому что у всех жизнь уникальная. И мне кажется, наш опыт с нашим культурным кодом, с нашим менталитетом тоже важно имплементировать в новых реалиях и, возможно, распространять так же и за рубежом. Ну, кстати, этим сейчас и занимаются те, кто покинул Российскую Федерацию по разным причинам. Чаще всего это были предложения, раз уж мы говорим про IT, о релокации, но потому как бизнесы, крупный бизнес, собственно, задумался об этом и приглашали многих айтишников. Достаточно большая волна была, начиная с конца февраля до марта, возможно, сейчас она продолжается. Но есть уже и обратный итог, как говорится, потому что не надо путать ПМЖ с туризмом. То есть все, кто выехал на месяц-два, понимают, что не все так гладко и сладко. Ну и, собственно, если ты прекрасно зарабатываешь, прекрасный эксперт, специалист, в тебе нуждаются, ты спокойно зарабатываешь и здесь, в России. Зарабатываешь очень неплохо, мне кажется, созданы все условия. Но вот то, о чем вы сказали, что есть потребность в кадрах, а мы говорим о том, что SEO-CDO – это именно те люди, которые не занимаются непосредственным программированием. Они строят системы, да, то есть SEO-правляющие, получается, да. И, собственно, все, что связано с цифровой трансформацией, это прямо вот в их руках, а это прямо наше все сейчас, да. Я думаю, это тоже послужило, наверное, причиной выбора именно этой программы, да. Совершенно верно. Цифровая трансформация на сегодняшний день – это не просто часть нашей жизни в общечеловеческом понимании, но и мощный инструмент управления информацией. Вообще да. Внедрение тех или иных идей, убеждений. Мы это сейчас наблюдаем во всем мире. А мы видим… Вы про пропаганду сейчас? Я сейчас не про… даже не про пропаганда. Я сейчас говорю про то, что люди, оказывается, могут легко адаптироваться. Они такие. Да, бывает страх, бывает паника, бывает внутренняя свобода, бывают внутренние убеждения, которые заставляют кочевать. Мне кажется, мы должны к этому относиться вполне философски, потому что… Кто читал кавку, он понимает, что да, и в камере ты можешь быть свободным. Ну, в общем, по сути, конечно, да, у многих меняется мировоззрение сейчас. В каждой стране происходящее оценивают по-своему. Уж если так не нырять в вопросы политики, я думаю, что надо вспомнить о поговорке, что время расставится на свои места. Так было не раз уже. Европа захлебывалась в фашистских лозунгах. Потом, собственно, было такое отрезвление очень с большими потерями, кровью, никому не нужный, с печами концлагерей. Вот, собственно, сейчас все понимают, забывают только лишь, да, что происходило. Там нюрнмерские процессы, он, кстати, был не единственным, там были десятки и сотни мест, где шли вот такие суды. Ну, в общем, так что-то понесло нас, да, сказать, в политологии, философии, в историю, в социологии. Но мне кажется, если про цифру, да. Да, позвольте про цифру и про Китай. Вот это интереснее. Да. Вы знаете, первый раз, приехав в Китай, я обнаружила, что они открывались, общеизвестные нам всем приложения, которые, социальные сети, к которым мы привыкли. Лет 8-9, наверное, назад для меня первый раз это было шоком. Но потом, в течение первого же месяца быстро адаптируешься ко всем этим новым условиям, реалиям. У них замечательные свои приложения. Я думаю, что мы в любых условиях привыкли выживать. Я имею в виду, в принципе, human beings. Я сейчас не про политику, я сейчас говорю про условия. Нам самое главное, чтобы было удобно. И настолько нам удобно пользоваться всеми высокотехнологичными инструментами. Мы быстро нашли замену социальным сетям. Но я думаю, что в ближайшем обозримом будущем, в ближайшие 2-3 года, нас ждет эпоха совершенно новых, других инструментов. Но в них же огромная потребность сейчас. Запрос на них. Потому что если получается, даже YouTube сейчас под угрозой запрета, понятно, продукты мета очень, так сказать, себя дискредитировали здесь, в России. И, собственно, предстоит такая масштабная перезагрузка. То есть сколько продуктов потребуется, а сколько разных приложений потребуется. То есть это практически нельзя сказать, что прям с нуля, в чистом поле. Основа есть, прообразы есть, опыт огромный. Но просто предстоит работа. Бери и делай, как говорится. Совершенно верно. Ну, будем стремиться. Какие ожидания от программы SEO-CDO? Ожидания от программы. Я надеюсь открыть в первую очередь себя с какой-то новой, другой стороны. Работая в международном пространстве, каждый раз стараешься перенять какие-то навыки, какие-то знания. Но это в практике, это всегда обрывочные знания, это всегда личное субъективное впечатление. Здесь я смогу, обучаясь в программе, я понимаю, что я смогу познакомиться с огромным количеством выдающихся людей. Буду, возможно, сотрудничать с ними. Эти выдающиеся люди здесь за стеной, я так немножко пошучу, потому что здесь в студии буквально за каждой из стен прекраснейшие люди, которые трудятся на благо науки и академики. Мы оставим это как некую интригу, то есть предстоит совместная работа у вас с Эли, собственно, она сейчас об этих именно людях, да. Так и есть. Большие ожидания, конечно, они обязательно оправдаются. И мы со всеми докторантами стараемся снимать уже при выпуске еще дополнительное интервью для того, чтобы рассказали про свои впечатления. И вот интересно бывает, это как раз к самопознанию, вот сравнить, так сказать, себя до и после. Эксперимент такой еще, да. Потому что это действительно замечательная фраза о том, что хочешь изменить мир, начни с себя, да, или самое большое открытие, или большая победа, победа над самим собой. Когда начинаешь в себе копаться, я так философствую сейчас, начинаешь понимать, что, оказывается, там личность и характер, это разные вещи абсолютно. Начинаешь понимать, а кто ты по психотипу даже, это вот сейчас так психологию, там, да, корпоративную антропологию. И вот, оказывается, можно кое-что понять о себе, когда начинаешь заниматься наукой. Правильно было сказано, что можно написать книгу, как вот Брэнсон, да, про себя, про свою жизнь. И когда ты начинаешь осмысливать, когда ты садишься, перед тобой чистые листы, ты думаешь сначала о теме твоей докторской, хотя тема уже есть, я знаю. Собственно, ты садишься и начинаешь, ну, как бы, изливать, да, то есть от сердца. Ну, потом включаешь ум, в общем, и получается, действительно, прекраснейшее путешествие. И путешествие для тех, кто читает, собственно, потом визирует это все, принимает экзамены. Я вам желаю прям хорошего, полезного времяпрепровождения на данном курсе докторантуры. Но мы не завершаем наше общение. Мне очень интересно, а что у вас есть в бэкграунде. Я знаю, что вы с некоммерческими организациями работали, работали, что вы занимаетесь курацерством и координацией больших проектов, в том числе международных. Можно немножко о них? Я начну с конца, будучи в поисках новых граней себя, я изыскивала различные программы, рассматривала разные программы. И параллельно поступила в северо-западный китайский университет, сианский. Сейчас изучаю китайский язык. Это моя четвертая попытка за всю жизнь. Поприветствуйте на китайском наших докторан. Ни хао. Так. Я бы сказал ни хао, но я не умею говорить на китайском. У меня буква хэ, она прям вылазит. И как там в китайском языке? Почему про Китай? И почему китайский язык? Я всю свою сознательную жизнь работаю с Китаем, занималась продвижением России как дестинации на территории Китая. Это был мой главенствующий рынок. Моя, наверное, карьера или творческое развитие начиналось еще с года Китая в России, когда очень много проводилось концертов, очень много мероприятий, дипломатических миссий, встреч, бизнес-миссий. Переговоров, в том числе инвестиционных, было проведено между Россией и Китаем. И дальше я из культуры плавно перебралась в сферу туризма. Но туризм охватывает 53 отрасли, и туризм на самом деле, отрасли экономики. И туризм на самом деле такое емкое очень понятие, потому что это не просто мероприятие по продвижению тех или иных регионов, дестинаций, тех или иных продуктов. Это не только про путешествия частных туристов или групп. Это про создание благоприятного имиджа страны, как дестинации для инвестиций, для, возможно, привлечения новых специалистов, для путешествий, для культурных обменов и для всего, что можно придумать. И благодаря этому моя любовь к Китаю усиливалась с разных сторон. Наверное, поэтому я приобрела какие-то новые знания, новые знакомства, конечно же. Я, работая вот в этом международном поле, объездила практически всю Россию. Я была даже на Чукотке, на Итурупе, на Сахалине, на Камчатке. Очень много где была. Я не могу этим похвастаться. Объездил только пару китайских ресторанов, где мне очень понравилась кухня. Большой круглый стол, где блюда, можно сказать, да. Ну и на территории Китая, конечно, тоже очень много где удалось побывать, провести мероприятия, познакомиться с огромным количеством и установить партнерские и дружеские отношения. Это в Китае все-таки очень важный этап становления как личности, как профессионала. Потому что для того, чтобы в принципе сесть за стол переговоров, иногда требуется до трех лет. Вот они в свой круг не всегда пускают. Если пускают, если действительно не называют тебя другом, это очень большое имеет значение. И я это очень ценю. То есть репутация, которую мне удалось достичь на территории Китая, это, наверное, десенция моего опыта. То есть три года вы там пробыли? До трех лет. Я была там наездами в течение десяти лет. Десяти? Да. Ну, в общей сложности уже, мне кажется, хватает. На чашу весов положено это время. Да, очень надеемся. Сумместиция такая серьезная. Так, и Китай чему научил? Вот мне интересно. Потому что начинаешь знакомиться с культурой, не по наслышке, не по китайским ресторанам, а именно работая, погружаясь, чувствуешь, что ты уже меняешься, наверное, да? Какие изменения могут посетить любого из наших слушателей, кто вдруг захочет поработать в Китае с Китаем или надолго поехать по какому-то проекту? Вот что может удивить? Что может заставить посмотреть на себя и на мир иначе? Китай научил торопиться медленно. В нашей ментальности есть излишняя эмоциональность, и мы иногда очень быстрые и резкие какие-то выводы делаем. А Китай замедляет. А Китай всегда говорит, ну, в Китае, вот китайские партнеры учат тому, что все-таки нужно обдумать и к каждому вопросу относиться с холодной головой, а не горячим сердцем, как мы это делаем чаще всего. Китай научил дорожить и выстраивать многолетние, серьезные деловые и партнерские взаимоотношения. Мне кажется, это то, что и у нас есть в нашей культуре, но там деловые отношения возведены в рамк искусства. Мы, опять-таки, перекладываем личные отношения очень часто. В Китае так не поступают. Они умеют отделять истинную дружбу, человеческие взаимоотношения и бизнес. Китай научил, есть такое выражение, потерять лицо. Да. Китай научил держать лицо всегда, при любых обстоятельствах. Мы всегда должны твердо стоять на ногах, верить в свои убеждения, не надеяться на авось, верить в собственные силы и не бояться просить помощи, если она необходима. Ну да, это, кстати, такой признак того, что тебя гордыня пока не скрутила. Потому что если ты можешь попросить помощи, если она действительно нужна, это очень здорово. И, кстати, человек, который помогает, тоже чувствует свою нужность, значимость. И для многих это как отдушина, скажу так. Поэтому здесь я бы сказал, что культура Китая чем-то схожа с советской культурой. Ну вот вспоминаю, там, времена СССР. Да, было, так сказать, сложновато, возможно, и в плане наличия там широкой линейки продуктов питания, туризма и так далее. Да, все, что может сейчас привлекать. Но Китай все эти стадии тоже прошел, да, так же, как и мы. И смотрите, с какой скоростью, да, и каких масштабов их трансформация прошла. И она прошла успешно. То есть сейчас во многом можно прям ориентироваться на масштабы. На масштабы Китая это что-то ошеломляющее, конечно. Вот, ну, я думаю, что здесь есть возможность еще пожелать что-то докторантам, которые, потенциальным докторантам, которые пока еще, может быть, выбирают программу, вот еще раз, может быть, вернусь к вопросу, а как не ошибиться? Я понимаю, выбирая SEO-CDO, можно понять, что это, например, близко к вам личная цель. Но есть же люди, у которых абсолютно другой интерес. Они могут выбрать инновации, они могут выбрать корпоративное управление, они могут выбрать корпоративный брендинг, могут выбрать просто управление организацией, SEO. Да, могут пройти преддокторантуру, к примеру. Или пойти на философий-доктор, PhD. Вот на что ориентироваться? Как прислушаться к себе? Как не ошибиться с выбором программы? Понятно, мы как тьютеры и все, кто будут собеседовать потенциальных докторантов, поможем в этом разобраться. Но каждого из докторантов интересует именно такое вот мнение человека, который только-только прошел все эти процедуры. Это особо важно. Позвольте мне ответить на ваш вопрос, тоже, наверное, немножечко философски. Прекрасно. Мне кажется, мы живем в удивительное время, когда молодость длится практически до бесконечности. Вот так, я, кажется, молодой еще. Молодость — это то состояние души и разума, когда мы готовы и открыты к новым знаниям. После школы, как мне кажется, ну вот я себя, по крайней мере, вспоминаю, и своих одноклассников, мы были в растерянном состоянии. Мы шли туда, куда наши родители. Ориентировали чаще всего. Да, рекомендовали или выбирали вопреки. Такое тоже очень часто бывает. Мне сказали пойти в медицинский. Нет, я пойду вопреки в какой-нибудь другой. Это же характер. То есть у молодого, горячего человека или девушки все может быть наперекор. Я хочу, наверное. Выбирая уже более глубокое образование, мы должны ориентироваться на свои внутренние ощущения, на свой личный жизненный опыт и уметь анализировать себя и свои чувства, и свои знания. Это очень важно. Потому что можно выбрать любое направление, но на самом деле выбор всегда предопределен. И если становление до определенного возраста происходит в том или ином сегменте, то вряд ли человек будет задумываться, ну, допустим, я... О кардинальной смене интересов. Я иногда думаю, что наши возможности безграничны и бесконечны. Но вряд ли я пойду, не знаю, в космонавты. Или вряд ли я сейчас захочу стать хирургом. Просто потому что слишком долго учиться, потому что это совершенно другой набор знаний. И мой опыт вряд ли поможет мне в будущем развитии. Хотя могут вот в режиссуре поприветствовать. Всегда в советское время брали с опытом людей. И там всякие, так сказать, взгляды, опыт приветствуются. Режиссуры — это опять-таки видение. Это определенное видение. Это опять PHD, скажем так. Это опять PHD. Это собственный взгляд, это собственное видение. Это выстраивание систем. Это инженерный подход. Поэтому, как бы то ни было, мы возвращаемся к исходной позиции. Нужно... Вот, кстати, мысль такая меня посетила. Дело в том, что Сингапурская академия развивается. И некоторые программы предполагается еще локализовать по миру. То есть, я думаю, что уже назрела необходимость делать программы, посвященные вообще искусству. Неспроста же даже вот в России сейчас второе образование бесплатное в области культуры. Предоставляется такая возможность быть соискателем за счет государства. То есть, вот про режиссуры я почему-то вспомнил. Интересный факт. И надо сказать о том, что обязательно об этом скажу, что грантовая поддержка всех, кто предполагает обучение в докторантуре, она очень и очень весомая. То есть, эта сумма там 21 тысяча фунтов стерлингов по нынешним временам. Курс скачет, понятно, но в рублях это порядка там 2 миллиона 300. Ну, где такие деньги еще давались? Ну, это же... Это надо брать, как говорится, да? Да, конечно, докторант всегда доплачивает небольшую часть еще, но везде в мире это практикуется, потому что если человек получает что-то абсолютно безвозмездное, то чаще всего, вот везде в мире причем, это не связано с менталитетом, там, в России, везде так. Человек перестает почему-то это ценить. А когда он соинвестирует, соинвестирует, интересно, да? Он начинает относиться к этому уже бережно, ответственно, уже немножко по-другому. Ну, опять же, куда в докторантуру идти человеку безответственному, скажем так? Наверное, хорошая практика. Поэтому, друзья, не забудьте о том, что 21 тысяча фунтов стерлингов при благоприятном стечении, не хотел бы сказать обстоятельств, но при правильном прохождении собеседования, при заполнении, так сказать, всех необходимых тестов, процедур прохождения, вы обязательно получите, в это надо верить. Не получилось с первого раза, второй раз подавайтесь, и, собственно, у вас все получится обязательно. И, несмотря ни на санкции, ни на какие-то потрясения вообще там мирового масштаба, как ни странно, мы продолжаем поддержку соискателей деньгами. Вот в таких серьезных очень объемах. Ну, и вы, собственно, тоже, насколько я знаю, получили грант. Волновались? Я счастливый человек. Я счастливый человек, сказал. Да, я счастливый человек. Я не волновалась, потому что сейчас самое время инвестировать в свое собственное будущее, в свое образование, в себя. Как я уже сказала, это и наследие следующим поколениям. Это, наверное, спокойное мое будущее. Это совершенно другой уровень восприятия любой информации. Вот я бы тоже, если честно, замедлился. Вот по примеру Китая. Замедлиться и получать удовольствие от жизни, от профессии, в которой ты находишься, от родных и близких, от друзей, от деловых партнеров. Но для того, чтобы замедлиться, правда, надо кое-что переосознать. Поэтому, дорогие друзья, приветствуем вас не просто на нашем канале, а еще больше будем рады, если вы оставите заявку. Можно даже под данным подкастом, под видео. Мы обязательно рассмотрим. Оставляйте ваши координаты. Мы с вами свяжемся и, собственно, будем приветствовать уже в наших рядах. То есть, как вы видите, собственно, АСЭЛ только-только, получается, стартует в процессе обучения. У нее еще много всего впереди. Много что надо будет переосмыслить. Напомню, что докторантура – это не школьный курс, чтобы так сесть за парту, и вам кто-то что-то, так сказать, там с указкой начитывал. Это очень много самостоятельной работы, это поиски, ну, а мы, тьютеры, собственно, поможем вам в этом поиске, в том, чтобы как можно быстрее, четче осознать, чего же ты хочешь. И вот сейчас, когда вы говорили о, я бы не сказал о муках выбора, но о самой процедуре, я думаю, что, наверное, при нашей докторантуре надо сделать такой, сказать, блок коучинга, когда если человек, например, пытается выбрать между двумя программами и не может, то грамотный коуч может помочь вам с выбором, да, для того, чтобы с ним не ошибиться. Ну, фактически каждый тьютер у нас курирует ту или иную программу, основные тьютеры, они и коучи в том числе, поэтому вам очень крупно повезло. Ну, а цель вам тоже. Очень важны многоэтапные собеседования и очень важны открытые диалоги с тьютером, потому что именно тьютер подсказывает и видит то, что вы можете в себе даже не замечать. Иногда, очень часто, мы не замечаем каких-то своих собственных качеств. И такие собеседования, такие интервью, работа совместная, обмен информацией, дополнительные материалы, которые тьютер предоставляет на этапе собеседования, на этапе рассмотрения заявки. Они тоже открывают новое видение, облегчают вот это внутреннее паническое состояние, когда ты боишься. Правильно ли я сделал выбор? Да. Может быть, мне что-то надо было другое выбрать? Нет, у меня таких сомнений не было, у меня было четкое понимание, у меня замечательный тьютер, который, мне кажется, сразу же после первого питча… А кто ваш тьютер? Надеюсь, что в следующий раз в записи подкаста или программы… Назовем его имя, да? То есть, мы заинтригуем, ну ладно, окей. Хорошо. Можно назвать? Да, пожалуйста. Сергей Гроссет, мой тьютер. А что, нет? Да-да-да. Ну, насколько я знаю, Сергей – это очень опытный человек, который в IT провел более 15 лет, и знает все с низов и вплоть до там в крупной корпорации, международной корпорации, возглавлял фактически все направление. Вот очень успешно, поэтому я где-то завидую. Ну, молодцы. Желаю вам успехов в прохождении данного курса и успешной защиты. Я думаю, так, самого диплома уже. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Мой путь только начинается, но я уже безумно счастлива этому жизненному приключению. Надеюсь, что я с достоинством его пройду. Меня зовут Владимир Миков. Оставляйте, пожалуйста, заявки на грантовую поддержку. Мы с вами свяжемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова